Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок! С вами Ольга Дуброва, и сегодня мы будем подкармливать пионы. Тема наша – подкормка пионов весной. Как только появятся проростки и достигнут высоты 5-8 см, значит, можно приступать к подкормке пионов. Как вы видите, в зависимости от сорта и от вида пиона различное происходит отрастание, различные темпы роста в весенний период. Первую подкормку можно провести даже сразу после таяния снега и рассыпать вокруг по поверхности почвы. Этот момент уже прошел, наши пионы отросли, и, в принципе, это тоже самое время для их подкормки. Первая подкормка будет иметь очень большое значение, так как это залог месяца августа, когда начнут формироваться почки, и корешки всасывания станут запасающими корешками. Для того, чтобы все это происходило правильно, значит, наше первое удобрение должно быть комплексным. Например, это нитрофоска. Мы берем 100 г нитрофоски и распределяем по поверхности. Можно так. Но гораздо более эффективно для кустов, которые растут уже не первый год, сделать подкормку в канавочку. Я сейчас приведу здесь порядок, разровняю почву нашу. Аккуратненько, когда рыхлите, особенно возле отросших побегов, потому что они в этот период очень хрупкие, и можем их удалить, и тогда растение будет тратить свои силы для того, чтобы снова просыпались те, которые еще должны спать. Поэтому не заставляем растения излишне мучиться. И делаем все очень аккуратно. Освобождаем от сорняков. Освободили. Точно так же, когда вы производите рыхление, будь то в осенний период, или весной, или вы стремитесь заделать внесенные удобрения, то не стоит глубоко залазить. Достаточно вокруг куста сантиметра 3-4 разрыхлить. Но я вам предлагаю другой способ. Мы копаем с вами по диаметру канавку глубиной сантиметров 10-15. И так как пион растения, которое очень быстрого роста, не успела согреться земля, так уже посмотрите, какие у него отросли побеги. Во-первых, большая листовая масса. Затем много сил уходит на цветение пышных огромных соцветий. И очень много сил уходит, ну даже не сил, а просто такой физиологический процесс, на формирование корневой системы. Если вы когда-нибудь пересаживали вот такой вот куст, то вы, наверное, заметили, что это очень нелегкое дело. И там запасающее основное корневище, оно очень мощное. Но тоже в зависимости от разновидности и сорта, оно будет иметь различный характер роста. Значит, я беру 100 грамм нитрофоски, рассыпаю вокруг. Пен вообще любит почву плодородную, насыщенную органикой. У меня здесь перепревший навоз, и я его вношу сюда же. Навоз будет повышать плодородие почвы, будет улучшать ее структуру, а содержащиеся в нитрофоске основные элементы будут способствовать хорошему формированию побегов и, конечно же, корневой системы. Заделываем. Мы заделали. Если влаги в почве достаточно, мы можем и не проливать, или знаем, что пойдет дождик. Говорят, что подкормить хорошо под дождик. Если почва сухая, то мы проливаем в лунку, в канавку. Ну, а мы для надежности, вдруг выходные без дождей, проливаем сверху, чтобы то, что мы туда положили, уже начало работать. Вот такая заправка. Очень понравится нашему пиону. Я применяла нитрофоску. Почему нитрофоску? Потому что нитрофоска содержит основные компоненты. Азот фосфоркалий. Но кроме этого, в составе нитрофоски есть еще магний. Хочу также обратить ваше внимание на то, что касается азотных удобрений и всяких прочих, когда оно звучит, мы приходим, покупаем в магазине это удобрение и считаем, что этим мы уже сделали основное дело. Мы насыпали какого-то удобрения. Кроме нитрофоски, могу рекомендовать еще нитроаммофоску. Потому что в нитроаммофоске, игра слов такая, которую сразу не сообразишь, азот находится, кроме того, как в нитрофоске, в нитритной форме, а здесь он еще содержится, в аммиачной форме. То есть он быстрее будет отдаваться корням. Затем еще одно удобрение, которое комплексное считается, и называется оно азофоска. Азофоска содержит тоже очень важный элемент, серу, что очень необходимо растениям. И, собственно, аммофоска, которая в своем составе содержит, кроме основных элементов, еще магний и серу. Почему-то, может, это я не слышала, не читала, но мне кажется, что мало об этом еще рассказывают, о том, что кроме основных азотфосфоркалий, я считаю, еще есть такие крайне основные, это магний, это сера, кальций и железо. И если бы наш участок, вот мы только сейчас закладывали нашу коллекцию пионов, то мы бы тоже выкопали бы яму 60 на 60, глубиной, в диаметре, или по периметру, и туда бы, кроме ведра навоза, ведра компоста, ведра песка, ведра торфа, мы бы с вами всенепременно положили бы либо 250 грамм суперфосфата, либо моей любимой костной муки 500 грамм. Туда бы мы еще положили литр золы и препарат железа. Для чего железо? Для того, чтобы корневая система была защищена от различных грибных воздействий, которые могут произойти в почве. Ну и ложечку поташа, для того, чтобы немножко раскислить, потому что пионы также любят почву по кислотности, близкой к нейтральной. Все это мы делаем для того, чтобы сделать такой задел на будущее, потому что пион тоже очень хорошее растение и на одном месте оно растет долго. Но считается, что спустя 5-7 лет начинают цветки как бы мельчать и нехарактерные цветки появляться для какого-то сорта очень красивого, новомодного, навороченного. Ну, вот скажу вам, что у меня на даче некоторые сорта, правда, они, это молочно-цветковая группа, они растут уже и по 20 лет, и в таких вот условиях, конечно, я там им чего-то добавляю, особенно, когда прохожу с ведром около роз, тут достается им моим пионам. Иногда подсыпаю золу, которая замешана в ведре коровяка. Иногда просто вот такой набодяженной травы, крапивы и одуванчиков, и снова же туда золу. То есть пионы кислую почву не любят. Ну, а те компоненты, которые я тоже хочу назвать главными, железо, кальций, сера и магний, они непременно в почве должны присутствовать. С другой стороны, скажу вам честно, что если ваша почва плодородная, то любая подкормка пиону будет только на пользу. Даже если вы не будете отмерять вот эти вот граммы, то пион все равно будет цвести. Но ученые и пионоводы доказали, посмотрели, понаблюдали, что четырехкратная подкормка за сезон, то есть вот весенний период, потом, когда начнется бутонизация, то есть из этих побегов уже появятся такие орешки-бутончики, тогда мы проводим еще одну подкормку, желательно на основе коровяка, тогда она уже будет у нас жидкая, туда добавляем 40 грамм суперфосфата, 20 грамм калийного какого-нибудь удобрения, это намешиваем и проливаем. Следующая подкормка может быть снова исключительно минеральной, можно будет рассыпать по поверхности и разрыхлить с поливом либо под дождик. ну и все подкормки для пиона закончатся у нас в августе месяце, потому что ему надо уходить на покой. Ну и помните еще о том, что пионы мы шевелим, пересаживаем исключительно в конце августа, в начале сентября, потому что сейчас идет активное формирование почек, простых вернее, а формирование почек на следующий год начнется, заложатся они уже в августе месяце. И тогда идет активное нарастание всасывающих волосков, значит, тогда можно и производить пересадки. Но это мы с вами удобряли куст, который растет на этом месте уже 4-5 лет. А то, что касается молодых растений, вот ему 1-2 года. Помните о том, что не стоит расстраиваться, разочаровываться, когда мы сажаем, приобретаем посадочный материал пиона, там может быть две почки на корешке, может быть три почки, а может быть вообще одна только сохранится. И вот она оказалась, эта почка цветочная вдруг в текущем году. Значит, весной следующего года, если вы в этом посадите, либо если вы посадили в прошлом году, а в этом году уже наметилось ее отрастание, то мы будем производить желательно внекорневые подкормки. И первая подкормка для молодого растения в возрасте 1-2 года, это будет 50 грамм мочевины на 10 литров воды и полив по поверхности листьев из леечки. Через две недели, где-то в середине мая, мы произведем снова же внекорневую подкормку. К этой же мочевине, к раствору, мы добавим комплексного, желательно, жидкого удобрения, которое уже готовая жидкая форма удобрения, например, агрикола или эфиртика хорошо растворяется, есть там целая линейка по разным стадиям вегетации растений, растворяем и снова же производим внекорневую обработку. Ну и естественно, что следующий месяц, уже через месяц получится обработка у нас происходит раз в месяц или раз в две недели, как вам нравится, формулируется так. Мы произведем снова внекорневую подкормку, но уже с упором на фосфорно-калийный состав нашего удобрения. Значит, старые мы подкормили, молодые мы подкормили, яму мы заправили, знаем, как ее заправлять. Теперь запомните, раз я уже здесь воспользуюсь своим положением, запомните основные три правила при посадке пиона. Что от него ожидать, если вдруг вы посадите его и цветения нету. Значит, вы посадили его слишком глубоко и почка ваша оказалась погребена под слоем земли, либо вы переборщили с мульчированием, то, что очень многие тоже сейчас любят, и почка оказалась погребена под толстым слоем мульчи, растение будет чувствовать себя угнетенно, даже в росте, не говоря уже о цветении. Цветение вряд ли наступит. Второе правило, то, что пион должен сидеть на солнечном месте. В тени он не проявит свои сортовые качества, и в тени, да, листовая масса будет, немножко будет зацветать, но он будет такой вот вялый-квелый. Ну и еще одно правило, это, конечно же, то, что касается водного режима. Пионы, они водохлебы, но не любят застоя воды, не любят продуваемых мест, не любят, когда там скапливается вода, то есть низина. Если вы знаете, что грунтовые воды стоят близко, значит, вы делаете дренаж сантиметров 10-15 из любого материала, щебень, битокирпич, еще что-нибудь такое рыхлое, которое не разлагается в земле. Дренаж всенепременно будет необходим. И тогда все у вас получится. Ну и то, что касается таких вот, такой миф о том, что пионы не любят, когда вот их там часто пересаживают, трогают, но если вы видите, что у вас произошел такой вот случай, заглубленная посадка, то вы по осени снова же, в начале сентября берете вилы, подкапываете и приподнимаете его. Ну и уже там, как вы сумеете, вплотняете почву вокруг, прямо на этом же месте. Таким образом, вы приподнимете его и дадите возможность нормально развиваться и закладываться почкам. Пион вообще очень выгодное растение. И как я уже говорила, что в проигрыше никогда вы не будете, когда приобретете пион. Поэтому, если у вас еще его нету, приобретайте обязательно. Он не захватит ваш сад, как сказочные трифиды. Да, он будет развиваться в высоту на хорошей почве. Это будет зависимо от сорта сантиметров 80. Такой же он может быть в диаметре сантиметров 60-80. Конечно, будьте готовы к тому, что осенью вам придется непременно обрезать надземную часть. Так как на ней могут скапливаться различные патогены, то ее куда-то утилизировать и оставить все как есть. То есть, не надо его укрывать, не надо ничего. И следующей весной он снова возродится и будет радовать вас еще много-много лет. У меня про пионы все. Надеюсь, мои советы были полезными. Бывайте здоровы. Хай будут здоровы ваши рослины. До новых встреч! Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова